добрый вечер добрый день дорогие друзья сегодня 2 июня 2020 года и вас из виртуальных студии газеты национальный курс приветствуют ирины шоу и александр карпов добрый день друзья соратники всем крепкого здоровья и отличного настроения у нас для всех важная новость да александр у нас большой праздник большой праздник вчера 1 июня владимир путин назначил дату общероссийского голосования на 1 июля 2020 года всех 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 поздравляем национально-освободительное движение готовилось к этому событию 8 лет с 2012 года и мы всегда поддерживали курс владимира путина на суверенитет и вот теперь у нас последний бой за свободу отечества я процитирую владимира путина вчерашнего обращения к гражданам к людям к народу обращусь к нашим гражданам к людям с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании поскольку речь идет об основном законе конституции который лежит в основе жизни наших нашей страны нашей жизни наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии основные юридические гарантии в области социальных отношений в области трудовых отношений будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами не случайно конституции называют основным законам страны я очень рассчитываю на то что граждане россии примут в определении параметров основного закона в голосовании по поправкам в конституцию самые активные участие гениально да потому что он буквально вот здесь вот за минуту дважды обратился к людям в начале обращение к нашим гражданам к людям да чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании и в конце я очень рассчитываю на то что граждане россии примут в определении параметров основного закона в голосовании по поправкам в конституцию самое активное участие да нам нужен полиписцит нам нужна высокая явка народа это не менее 90 процентов как в крыму это боль за суверенитет государства за наши жизни как сказал своем обращении а вот здесь владимир путин за наши жизни жизни так что поздравляем да александр да поздравляем дорогие друзья всех вас с этим событием вот причем уже владимир владимирович уже дважды назначал значит дату голосования в условиях значит войны различных уровней до пришлось переносить эту дату и даты это дорогие друзья она не случайная потому что отступать некуда экономика страны вряд ли сможет выдержать еще значит несколько месяцев до вот этого без работы да а вот поэтому все дело за вами потому что если к сентябрю мы не будет референдум не будет значит нового решения не будет суверенитета это будет развал страны а вот на сегодняшний день как вы уже заметили у нас губернаторы пытаются как-то не выполнять уже значит указания центрального федерального правительства да они начинают там как-то уходить свои хозяйства кто-то ограничивается вот поэтому но они пошли в прямое подчинение всемирной организации здравоохранения а не владимир Путину да прежде всего это не подчинение центральной власти да и не подчинение президенту то есть они сейчас будут на основе экономических значит падений будут выделяться как как новые политические единицы то есть они будут выходить практически страны это будет развал страны разгром страны тут же у нас будет потеря значит управления в москве а вот поэтому и дорогие друзья если вы придете на день голосования день референдума вы спасете страну вы спасете страну себя своих внуков я прошу вас да от раздела нашей страны как 90-е на какие-то регионы республики мы должны выступить едино да так что дорогие друзья ждем вас ждем вас нетерпения приходите сами привозите ваших друзей семью знакомых голосуем все за изменения конституции ну да я вот не понимаю людей которые не понимают какое-то радостное событие у меня вот душа поет и люди должны понять что это последний бой последний шанс просто выжить поэтому мы должны об этом рассказать что мы делаем что мы делаем всех поздравляем и обязательно идем все дружно голосовать александр у меня к тебе вопрос вот всю последнюю неделю если не больше все сми весь интернет бурлят видео о беспорядках в сша расскажи нам с чем связаны эти беспорядки в сша ну да конечно бурлит не только значит сша но также и все страны которые входят в коалицию великобритании что случилось значит 25 мая в неаполисе это сент-луис значит произошло убийство значит афроамериканта на камеры течение убийство было проводилось в течение 7 минут несомненно это убийство а вот ну как выяснилось оно снято с многих ракурсов да то есть там уже три получается ленты да то есть снимали с различных ракурсов это убийство и никто не вмешался а вот ну давайте поинтересуемся что же там на самом деле произошло а вот значит убит джордж флойд значит 46 лет мужчине крепкий значит молодой высокий но мужчина как оказался с историей вот значит пять лет пять раз он отбывал тюремные наказания значит последние пять лет он провел за решеткой за вооруженное ограбление то есть мужчина еще и с характером а вот в четырнадцатом году он вышел из тюрьмы и штата хьюстон переехал в миняполе вот то есть мужчина с характером сильный значит он работал охранником некоторое время то есть имел какие-то навыки ну почти как политейки скажем так вот в результате в вашингтоне введен значит комендантский час и посмотрите на карту значит соединенных штатов все в огне бурлят все города бурлят все штаты и и даже города значит которые входят в коалицию в великобритании вот тут же значит появилась девушка тоже афроамериканка а вот которая обвинила значит в данном действии россию но значит слова ее были переведены некорректно на самом деле значит девушку девушка сказала что я бы не удивилась если бы мне сказали то есть девушка юрист это же значит это не юридическое обвинение российской федерации не смотри на это значит многие наши политические деятели значит и мир значит сказали что мы здесь ни при чем и это обвинение что за девушка а девушка значит эксоветница обамы вот и сказал это в эфире программы семьи зовут ее с юзан элизабет райс и отвечала она значит правительство бабы по вопросам национальной безопасности этого не просто тогда не с улицы девушка взяток кто же она такая значит мать ее значит специалист по вопросам образования и вот отец профессор значит экономики зовут эмит 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 джейд 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 райс а вот и с 79 по 86 год он был членом совета управления федеральной резервной системы соединенных штатов америки от штата нью-йорк а вот а сама девушка значит она является написала теорию значит нового морального лидерства соединенных штатов америки то есть это идеолог это идеолог который сейчас в общем то соответствует словам трампа что америка он должен сделать значит вновь сильный а вот и объединяет обвиняет она значит россию а вот но теперь я расскажу свою взгляд на данную ситуацию почему россия здесь не причастны и она не может быть причастна вот посмотрите на карту горят все города вот если бы россия действительно была заинтересована в этом действии вот то где могли бы она значит спровоцировать данные беспорядки беспорядки спровоцированы естественно кем-то а вот то есть то оказывает влияние да вот на эти вот кварталы негритянские последнее время вот я был несколько раз по работе в соединенных штатах америки там проживал какое-то время а вот то каждый район сша у него есть даже не район а квартал в каждом квартале есть церковь строит ее за деньги бюджета вот то есть община собирается некая против поставить им церковь вот собирают какой-то небольшой взнос вот и этот взнос приобщается к бюджетным деньги вам строит громадную каменную добротную церковь где вам значит направляется пастырь который будет значит за вами следить и направлять все ваши действия вот таком случае значит российская федерация должна была бы привести в каждый город как минимум одного нелегала причем значит с черным с темным цветом кожи которые могли бы воздействовать на данных людей да потому что в основном они чувствуют значит своих они верят своим как и когда проповедник значит негритянской цветки братья и сестры то они действительно видят вокруг себя и братьев и сестер и поэтому очень сплоченные в этом деле вот и менталитет то есть это не мы однозначно такое количество нелегалов разведчиков которые еще могли бы оказывать уже там лет 25 назад да и себя зарекомендовать в этом действии это невозможно то есть сделано это и китайцы тоже не могли такое количество набрать а вот сделано это и внутри сделано это значит по договоренности тем кто значит руководит этими общинами и потом опять же мужчина подобран почему афроамериканец да потому что менталитет другой этих людей у них друг да у них друг друг другая подвижность все другое но это видите по танцам по пей по музыке по всему они быстро как когда-то реагируют на любое значит действие да и если вы заметили то было вызвано две бригады поли полиции и сперва а мужчина джордж флойд дал себя значит арестовать он дал тебя связать а вот потом его привели в машину он сел в машину потом приехал новый значит патрульные другие полицейские а вот когда он их увидел а значит у него началось началась значит какая-то борьба в машине который продолжалось какое-то время после этого его выкинули из машины и убивали в течение семи минут на подкамеры нескольких снимающих да да сакральная жертва которая специально вытянули то есть он был в покое он сел в машину приехал другой патруль что-то сделал что-то сказал может какое-то было химическое да какой-то применен препарат не знаем но потом и стал себя вести совершенно по-другому и демонстративно его убивали в течение семи минут аналогичная ситуация была значит в 2014 году 9 августа фергусени значит произошли беспорядки после того как был значит также демонстративно застрелен майкл браун 18 лет от руду вот тоже были беспорядки но не такого масштаба теперь разбираем дальше из-за чего все-таки были вызваны два этих порядок нарядная полиция из-за того что значит джордж флойд сплотился фальшивой 20 долларов и купюрой и лента никогда не пыталась нарисовать деньги даже даже в голову не приходила и не придет вот даже ну я когда-то пытался заниматься рисованием я могу только предположить себе что это страшно кропотливый изнурительный труда нарисовать одну 20 долларов банкноту причем это примерно стоимость завтрака это чашка кофе и может быть там еще какая-то вот какой-то пирожок там какой-то это совсем ничего бессмысленная бумажка да бумажка да но эту бумажку надо где-то взять вот и напечатать ее тоже значит мало эффективно мало экономически эффективно поэтому в основном подделывают другие бумаги да вот если мы помним войну в чечне да и в дагестане когда мы боролись сепаратистами а вот то значит финансирование соединенных штатов проходила сперва наличкой доллара сша это оказалось тяжело да потому что возить такую тонну бумаги значит незаконным формированием во первых где-то может это тонна бумаги где-то пропасть а вот потом это заметно а вот ее то есть надо провести на водном транспорте в грузию потом через ущелье давай привезти уже значит российской федерации в чечню это стало невыгодным и поэтому центральным разведывательным управлением было принято решение направить чечню 2 крыши для напечатания долларов а вот и были сделаны две линии и в дагестане и чечне который значит по всеми значит антиправительными боевиками расплачивалась этими фальшивыми деньгами то есть всегда до любой фальшивый купюры стоит как стоят какие-то спецслужбы ну в данном случае я думаю что все таки это возможно что спецслужбы внутренние да а вот сша я имею ввиду потому что сша сейчас 16 разведок различных а вот и если финансовая разведка поэтому скорее всего эти эта бумага которые дать дали джорджу флойду до человеком человеку значит криминальным прошлым неспроста вот далее чем все закончится же победы трампа выборах же победы трампа на выборах потому что вот это все загорелось в один миг по всей стране а вот пока я вижу что никто не тушит пожар да то есть сейчас люди должны испугаться вот этого кровавого беспощадного мятежа да и когда значит штатах я не вижу штатах ну как ты да как государство у нас же штаты это не как район да это объединенные государства а вот значит губернаторы поймут что им надо что-то делать да потому что у них беспорядки уже мешают нормальной жизни то естественно обратятся к дональд трампу а вот и он будет вынужден ввести значит или национальную гвардию или мада это сумма это тоже такой вайпол военное подразделение которое типа нашей мчс но только с правом применения огнестрельного оружия вот и поэтому сумма где-то уже лет десять идет постоянная закупка пластиковых гробов для наведения таких порядков мы это думали готовились к пандемии а тут и к беспорядкам да эти гробы нет нет ну тогда пандемии еще не было никакой они где-то здесь седьмого десятого года у них они начали заказывать эти пластиковые гробы а вот и именно поэтому да что я говорю идет большой извините кровавый спектакль перед выборами поэтому дональд трамп два раза ездила без канавера где где запускали в субботу значит окончательно запустили значит ракету значит компания spacex значит под предводительством илона маска вот космос в космос нет не в космос а на нашу станцию мкс а на нашу станцию мкс ну где ну на орбите 42 километра вот значит было в бухано значит spacex значит мало уже в течение 19 лет значит порядка одного триллиона долларов поэтому это не частная компания spacex алана маска вот это абсолютно значит госбюджетная организация которая просто сейчас там наса да это как ромашка о ромашки репа ромашка из-за больших значит там каких-то задолженности да вот ее сейчас я очевидно будут закрывать потому что отчитаться за последние 60 лет по выполненной работе не получилось иногда у них пропали все данные по космическому освоению луны вот и нет тех тонн грунта да которые якобы должны были привести я напомню что наш луноход когда привез какие-то десятки грамм лунного грунта мы поделились значит в той же наса а вот наса по их данным привез просто ящик этого грунта ни грамма мы не получили вот и я также считаю что опять же это получается опять спектакль да опять сейчас у илона маска а вот потому что значит ракета атлас она прекрасно выглядит она такая вся флористическая вот интересная вот двигатель у нее значит раптор да который якобы научились делать американские на самом деле там стоит наш печь 180 производства нп энергомаш потому что развить 300 атмосфер пока кроме камеры сгорания никому не удавалось вот то есть но дональд трамп зато скажет зато мы делаем ракеты а также в области балета впереди планеты всей то есть весь этот кровавый спектакль только для того чтобы дональд трамп победил у байдена вот и все вот так думаю что трамп спаси трамп приходит и как герой спасает все сейчас к нему обратятся губернаторы что надо что-то делать надо вродить значит национальную гвардию и гвардия придет на спасение от несчастных кто влечен в эти кровавые действия вот так ирина спасибо александр пожалуйста так еще у меня вопрос он относится к нашему вступление о голосовании потому что все участники знают что после проведения голосования нас ждет референдум опять же общенародный или конституционная реформа о принятии новой конституции референдума или конституционная реформа внутри пройдет уже там наверху если путин получит мандат а что же будут какие дальнейшие изменения в конституции будут отменены все колониальные статьи о которых активисты национально освободительное движение говорят все восемь лет это статья 15 пункт 4 где на сегодня действует приоритет международного права над российским законодательством это мы уберем будет прядь нашей конституции естественно статья тринадцатый пункт 2 где запрет государственной идеологии будем отменять государственной идеологии у нас будет прописано в конституции и она будет обязательно патриотической статья 9 пункт 2 земля и недра будет возвращена народу по статье 75 пункт 2 центральный банк сейчас не подчиняется государству в дальнейшем он будет национализирован то есть в подчинении вот в связи с этим у меня вопрос по центральному банку александр я прошу тебя рассказать вот сейчас центральный банк по этой конституции он имеет один статус ты расскажешь какой и какой значит будет статус после того как мы получим тот самый государственный суверенитет да ирина конечно расскажу вот только расскажу опять длинно я на успеем то перейдем тогда вот как мы только что выяснили да значит финансовым диверсиям вот перед войной имеют как правило спецслужбы государства агрессора именно такую значит экспансию фальшивых денег мы значит получили в 1812 году пересторжением наполеона в экономику россии были в сброс громадного количества фальшивых денег также это было в революцию на вот такие же попытки были и в первую мировую войну и именно так поступают любой значит агрессор который перед входом на территорию противника который хочет завоевать он сперва действует значит одним из элементов гибридной войны это финансы то есть это подрыв экономики вот и именно такой подрыв экономики советского союза был совершен михаилом сергеевичем горбачёвым значит в 1988 году вот значит именно он сделал тогда тот момент советский союз имел три контура значит финансирование это были наличные деньги которые мы получали зарплату из которой мы шли значит в магазин вот это были безналичные деньги которые которые выдавали в предприятии для строительства предприятия для расширения инфраструктуры значит транспорта всего всего станет что них что-то не хватало да просто по ним отчитывались и эти деньги на гасили и это был еще третий контур так это были экспортный долл это был долл рубль экспортный вот это та валюта который начать и союз ввел внешнеэкономическое отношение горбачёвым все это было нарушено именно поэтому кооперативы появившиеся как грибы после дождя стали обналичивать деньги и нанося тем самым значит непоправимый урон экономики страны это был один из мощнейших ударов который значит развалил разваливал точнее как раз в это время и сделан как раз он был сделан для этого для таких действий по статье 75 а вот и и значит он должен был по его значит статусу поддерживать курс рубля и национальные валюты не давать как падать вот ирина у меня еще где-то на полчаса значит раскрытие темы я предлагаю у нас время уже заканчивается я предлагаю на этом нашими друзьями распрощаться а в пятницу мы выйдем и продолжим нашу дорогие друзья вы все прекрасно знаете что без референдума без изменения конституции нам не жить поэтому ждем вас всех на референдум приводите своих друзей сами приходите голосуйте за изменения конституции со своими друзьями знакомыми любимыми и всех кого встретить по дороге все правильно а ты что скажешь плебисцит да именно плебисцит народа только это нам даст как бы курс на суверенитет это же первый этап курс вы понимаете первый этап там дальше еще будет борьба поэтому давайте все дружно идем чтобы уж точно наверняка выигрывать и в последующих шагах на референдуме все идем на плебисцит давай прощаться дорогие друзья все на плебисцит и так значит с вами были в виртуальной студии газеты национальный курс ирина ершова и александр карпов всем здоровья